Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сиеда будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первой молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть благопристойно и чинно. АВА ОМОН Брат сказал Аве ОМОНу, скажи мне что-нибудь в наставлении. Старец сказал, стяжи такие помышления, какие имеют преступники, заключенные в темнице. Они постоянно осведомляются, где судья, когда придет, и от отчаяния плачут. Так и монах непрестанно должен внимать себя и обличать свою душу, говоря, горе мне, как предстану я на суд пред Христа, и что буду отвечать ему. Если будешь непрестанно занимать себя помышлениями, то спасешься. АВА ОМОН пришел в такое преуспеяние, что от многой благости уже не знал о существовании зла. Такое настроение является в душе от постоянного внимания себе, от плача о своей греховности, от действия умной, благодатной молитвы. Эта молитва исполняет сердце умиления. Умиление есть ощущение обильной милости к себе и ко всему человечеству. АВА ОМОН никогда не осмеливался осуждать кого-либо. Некоторый из отцов поведал. В кельях был старец-подвижник, имевший одежду из рогожи. Пришел он однажды к Аве ОМОНу. АВА, увидев его одежде из рогожи, сказал ему, «Это не принесет тебе никакой пользы». И спросил его старец, «Три помысла приходят мне. Первый предлагает скитаться по пустынным местам. Второй уйти в страну, в которой никто не знает меня. Третий затвориться в хижине, никого не видеть и употреблять пищу через день». АВА ОМОН отвечал, «Исполнение каждого из этих предложений будет неполезным, то есть душевредным для тебя. Напротив того, безмолвствуй в хижине твоей, ежедневно употребляй пищу с умеренностью, имей в сердце твоем слово мытаря, «Боже, милостив будем негрешнику, и возможешь спастись». Очевидно, ношение странной одежды, бросавшиеся всем в глаза, намерение проводить особенный род жизни, долженствовавшие привлечь к себе внимание многих, внушены были подвижнику высокоумием, которое не было понято им. Преподобный ОМОН преподал ему подвиг смирения, единый благоугодный Богу, единый способный привлечь милость и благодать Божию к подвижнику. АВА ОМОНа спросили, «Какой путь? Путь тесный и прискорбный». Он отвечал, «Путь тесный и прискорбный, есть обуздание своих помыслов и отсечение собственных пожеланий для исполнения воли Божьей. Это и значит, все мы оставихом вся, и след тебе и дохом». АВА ОМОН сказал, «Я припроводил четырнадцать лет в скиту, моля Бога денно-ночно, чтобы он даровал мне победить гнев». Однажды АВА ОМОН пошел к Авиантонио Великому и потерял дорогу. Он присел и заснул немного. Проснувшись, помолился Богу так, «Господи Боже мой, молю тебя, не погуби создание Твоего». И явилась рука человеческая, как бы не спускавшаяся с неба. Она неслась по воздуху и указывала путь Амону до того времени, как он пришел к Авиантонио. Тогда рука остановилась над входом в вертеп Антонио. Амон постучался в двери, отворил их Антонио. Они занялись беседою о душевной пользе. После беседы АВА Антоний предсказал Амону, что он преуспеет в страхе Божьем. Произнесши это пророчество, Антоний вывел Амона из кельи и, показав на камень, сказал, «Нанеси оскорбление этому камню и ударь его». Амон сделал это. Тогда АВА Антоний спросил его, «Дал ли тебе какой ответ? Оказал ли тебе какое противодействие этот камень?» Амон отвечал, «Нет». Так и ты, сказал ему АВА Антоний, достигнешь в подобную меру бесстрастия, что и исполнилось. Некоторые братья подверглись скорби на месте жительства своего и по причине этой скорби вознамерились оставить это место. Для совещания они пошли к Аве Амону. Они шли по берегу реки, а старец в это время находился в лодке, плывшей по реке. Поравнявшись с ними и увидев их, старец просил лодочников пристать к берегу, вышел из лодки и, подошедший к братьям, сказал им, «Я Амон, к которому вы идете». Он успокоил их, и вследствие его наставления они возвратились в место жительства своего. Скорбь, постигшая их, не была души вредную, была лишь скорбью человеческую. Пришел к Аве Амону брат из скита и сказал ему, «Посылай это меня, отец мой, на послушание. Исполняя это послушание, боюсь впадения в блуд». Старец отвечал на это. «В то время, как подвергнешься напасти, воззови к Богу, Божий сил, за молитвы отца моего, исхите меня из напасти». Однажды брат, исполняя послушание и пришедший в некоторый мирской дом, застал в нем девицу одну, которая повлекла его ко греху и даже заперла за ним двери дома. Брат воскликнул к Богу громким голосом по завещанию Авы Амона и немедленно очутился на пути, ведущим в скит. Ава Амон рукоположен был во епископа. В этом сане он действовал из благодатного настроения и духовного разума, приобретенных монашеским жительством. Однажды привели к нему на суд беременную девицу и требовали от него церковного наказания для девицы. Епископ оградил ее крестным знамением и повелел дать ей шесть пар полотен, говоря, ей предстоит труд родов, как бы ни умерла она или не умерло дитя ее. На цену этих полотен, по крайней мере, могут быть совершены похороны. Обвинители девицы сказали ему, что ты делаешь, дай ей эпитемью. Он отвечал им, «Братья, разве вы не видите, что она близка к смерти? Как же мне возложить на нее еще что-либо?» Ава Амон уклонился от действования по требованию плотской ревности обвинителей и вместе подействовал нравственно на девицу, оказав ей неожиданное ею милосердие и представив ей живо близость смерти. Смягченное милосердием сердце при воспоминании о смерти очень способны к покаянию. Пришел однажды Ава Амон в некоторое местопребывание иноков, чтобы разделить с братьей трапезу. Один из братьей того места очень расстроился в поведении, его посещала женщина. Это сделалось известным прочим братьям, они смутились и, собравшись на совещание, положили изгнать брата из его хижины. Узнав, что епископ Амон находится тут, они пришли к нему и просили его, чтобы он пошел с ними для осмотра келья и брата. Узнал об этом и брат и скрыл женщину под большим деревянным сосудом, обратив сосуд дном кверху. Ава Амон понял это и ради Бога покрыл согрешение брата. Пришедший со множеством братьев в келью, он сел на деревянном сосуде и приказал обыскать келью. Келья была обыскана, женщина не была найдена. Что это, сказал Ава Амон братьям, Бог да простит вам согрешение ваше. После этого он помолился и велел всем выйти. За братье ее пошел и сам. Выходя, он взял милостиво за руку обвиненного брата и сказал ему с любовью, «Брат, внимай себе». Однажды по обычаю того времени некоторые из христиан пришли судиться перед епископом своим. Болезнуя о несогласии между христианами по причине незаслуживающей внимания христиан, епископ представился юродивым перед пришедшим к нему собранием. Одна из бывших тут женщин сказала подруге своей, старец помешался в уме. Святой Амон, услышав это, подозвал ее к себе и сказал ей, «Столько лет подвязался я в пустынях, чтоб стяжать это помешательство, и для тебя ли потерять мне его?» Некоторый брат впал в тяжкий грех. Он пришел к Аве Амону и сказал ему, «Я впал в такое-то согрешение и не имею сил для покаяния. Оставляю монашество и иду в мир». Старицу говорил брата остаться в монашестве, обещаясь принять на себя труд покаяния в грехе его пред Богом. Взяв на себя грех брата, старец начал приносить покаяние в этом грехе. Только один день он прибыл в покаянии, как и последовало откровение от Бога, что грех вращен брату ради любви старца. Однажды Ава Амон пришел к Аве Пимену и спросил его, «Если я приду в келью брата моего, или он придет ко мне по какой-либо нужде, позволительно ли беседовать с ним свободно о всех предметах?» Ава Пимен отвечал, «Не одобряю такого поведения, потому что юность нуждается в самоохранении». Ава Амон сказал на это, «Как поступали старцы в таких случаях?» Ава Пимен отвечал, «Старцы, находясь в преуспеянии, не нуждаются в таком самоохранении. Они, не имея ничего чуждого в сердце, не имеют его и в устах своих». Опять Ава Амон спросил, «Если случится беседовать с братом, из чего лучше заимствовать беседу, из Писания или из отеческих изречений?» Старец отвечал, «Если не можешь молчать, то говори лучше из отеческих изречений, нежели из Писания. Объяснение Писания сопряжено с великою опасностью для души». Многие иноки тех времен по причине неправильного объяснения, которое они давали разным местам священного Писания, впали в ереси. Объяснение Писания даруется божественную благодатью. Монах, не имеющий этой благодати и стремящийся к объяснению Писания из своего самомнения и невежества, непременно делается виновным перед Святым Духом, изрекшим Писание. За дерзость свою он отвергается Богом, делается добычей падших духов. Из такового толкования Писаний пророческих и апостольских возникли все ереси и расколы. Последняя повесть относится, очевидно, к позднейшему Омону, не к тому, который беседовал с Антонием Великим. В повестях о Омонах сохранилось для нас следующее сведение о горе Нитрийской. В этой пустыне жило до пяти тысяч монахов. Они проводили различное жительство сообразно произволению и способностям своим. Некоторые из них жили наедине, отшельниками, другие вдвоем и втроем. Иные жили и в значительном числе, составляя из себя общежитие. Было до пятисот мужей, достигших христианского совершенства. Они пребывали далее, в самой глубокой пустыне. Такое разнообразное жительство, удовлетворявшее свободному произволению и способностям, очень способствовало монашескому духовному преуспеянию. Ава Мегефий Ава Мегефий говорил «Прежде, когда мы собирались друг к другу и беседовали о пользе душевной, укрепляя друг друга, мы уподоблялись стройным полкам и восходили на небо. Ныне, когда собираемся, чтобы злословить друг друга, мы не сходим во ад». Блаженный Феофилакт Болгарский Благовестник Толкование на Евангелие от Матфея Глава 20 Стихи 1-7 Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно, и им сказал «Идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Иисус есть Царство Небесное, и Он подобен человеку, ибо принял и образ наш. Он есть и домовладыка, ибо владычествует над домом, то есть над церковью. «Сей-то домовладыка Христос, выйдя из недрочих, и нанимает делателей в виноградник, то есть для исполнения заповедей и исследования Писаний. Каждого из нас Он нанимает для возделывания виноградника, то есть своей собственной души. Но одного нанимает утром, то есть в юном возрасте, другого в третьем часу, то есть около двадцати пяти лет, иных в шестом и девятом часу, то есть лет тридцати от роду и вообще в мужеском возрасте, а в едином и десятом часу старцев, ибо многие в старости уверовав, получили спасение. Или иначе, день означает настоящий век, в котором, как во дни, мы совершаем дела. Господь призвал в первом часу дня Эноха, его современников и Ноя, в третьем — Авраама, в шестом — Моисея и живущих в его время, в девятом — пророков, а в одиннадцатом, то есть под конец веков, нас, язычников, не сделавших ни единого доброго дела, так как язычников никто не нанимал, ибо к ним не было послано ни одного пророка. Стихи восьмой, шестнадцатый. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградников правителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягой с дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарию ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Вечер есть кончина века. При кончине все получают по динарию, то есть благодать Святаго Духа, которая обновляет человека по образу и соделывает его причастникам божеского естества. Более потрудились живущие до пришествия Христова, ибо тогда смерть еще не была разрушена, дьявол не был сокрушен, и грех еще был жив. А мы, по благодати Христовой, оправданные крещением, получаем силу побеждать своего врага уже наперед незложенного и умерщленного Христом. По первому толкованию, те, которые в юности уверовали и последовали Христу, понесли более труда, чем обратившиеся в старости, ибо юноши в борьбе со страстями испытывают тяжести от собственных движений, гнева и чувственного вожделения, а старые остаются спокойными. Однако же все удостаиваются одного дара Святаго Духа. Эта притча научает нас, что если кто и в старости покается, то сподобится Царство Небесного, ибо старость и есть едино на десятый час. Не будут ли завидовать святые, получившим с ними равную благодать? Нет. Отсюда видно только то, что праведникам уготованы столь многие и столь неизреченные блага, что они могли бы возбудить и зависть. Но что значат слова, судящие Абимонадиси Тикаленома Израилевома? То, что они осудят их. Апостолы не будут сидеть, как судьи, но в каком смысле сказал Господь о царице Южской, что она осудит род тот, и о неневитянах, что они осудят их, в том же говорит и о апостолах. Потому и не сказал, судящий языком и вселенной, но коленома Израилевома. Иудеи были воспитаны в тех же самых законах и по тем же обычаям и вели такой же образ жизни, как и апостолы. Поэтому, когда они в свое оправдание скажут, что мы не могли уверовать во Христа, потому что закон воспрещал нам принимать заповеди его, то Господь, указав им на апостолов, имевших один с ними закон, и однако же уверовавших, всех их осудит, как о том и раньше сказал. Всего ради, тии, будут вам судьи. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 27. Что же скажешь ты великого в его обещаниях, если апостолы будут иметь то же, что имеют неневитяне и царица Южская? Но он еще прежде обещал им много других наград и после обещает. Не в этом одном только их награда. Впрочем, и в этом обещании заключается нечто большее пред тем, что сказано о неневитянах и царице Южской. О последних Господь сказал просто, «Мужи не невести восстанут и осудят род сей, и царица Южская осудит». Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 41 и 42. А о апостолах не говорит так просто. Но как говорит? «Егда сядет сын человеческий на престоле славы своя, тогда и вы сядете на двоюнадесяти престолу», показывая этим, что и они вместе с ним будут царствовать и участвовать в той славе. «Аще терпим, — говорит апостол, — с ним и воцаримся», 2-е послание к Тимофею, глава 2, стих 12. «Престолы» не означают седалища, так как Он один есть сидящий и судящий, но ими означается неизреченная слава и честь. Итак, апостолам обещал Господь эту награду, а всем прочим, живот вечный, историчную мзду здесь. Но если все прочие, то тем более апостолы должны получить возмездие и там, и в здешнем веке. Так и сбылось. Оставив Уду и Сети, они имели во власти своей имущество всех людей, их домы, поля и даже самые тела верующих. Многие готовы были даже умереть за них, как свидетельствует о том Павел, говоря, «Аще бы было мощно, а часа бы ваши извертевши дали бы стими». Послание к Галатам, глава 4, стих 15. Далее словами «всяк» и же оставит жену, Господь не внушает того, чтобы без причины были расторгаемы браки, но, как говоря о душе, что «погубивый душу свою мини ради обрящит ю». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 39, говорил это не для того, чтобы мы убивали самих себя и тотчас разлучали душу с телом, но для того, чтобы предпочитали всему благочестие. Так и здесь того же требует Он, повелевая оставить жену и братьев. Мне кажется также, что Он говорит здесь еще и о гонениях. В то время многие отцы, детей своих и жены мужей своих привлекали к нечестию. Итак, когда они от вас требуют этого, говорит Господь, оставьте и жену, и отца, о чем и Павел говорит «аще ли неверный отлучается да разлучится» первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 15. Возвысив таким образом апостолов и утвердив их в надежде награды, определенной и им самим, и всей вселенной, Господь присоединил «мнози будут первые последние и последние первые» Евангелие от Матфея, глава 19, стих 30. Слов этих нельзя ограничивать некоторыми только лицами. Они относятся ко многим и другим. Впрочем, в них говорится и о верующих, и о непокорных фарисеях, как и прежде о них же говорил Господь, что «мнози от восток и запад приидут и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом, сынови же царствия, изгнани будут вон» Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 11 и 12. Потом Господь предлагает и притчу, чтобы побудить к большей ревности тех, которые обратились к Нему после других. «Подобно есть, говорит Он, царствие небесное, человеку домовиту, и же изыди купно утро наяте делателе в виноград свой, и, совещав с ними по пенезю на день, посла их в виноград. И в третий час, видя ины стоящие праздны и тем рече, идите и вы в виноград, и еже будет праведно, дам вам. И в шестый, и в девятый час сотвори така же. Во единый же на десять час, видя другие стоящие праздны и глаголы им, что здесь стоите весь день праздны, они же глаголыше ему, никто же нас наят. Глагола им, идите и вы в виноград мой, и еже будет праведно, приимите. Вечер уже бывшу глагола господин винограда к приставнику своему. Призови делателе, и дашь им мзду, начен от последних до первых. И пришедши иже в единый на десять час, прияша по пенизю. И перви, мняху больше прияти, и прияша идтии по пенизю. И приемши раптаху на господина, глаголюще, сии последние един час сотвориша, и равных нам сотворил их еси понесшим тяготу дне и вар. Он же, отвечав единому их рече, «Друже, не обижу тебе, не по пенизю ли совещал еси со мною, возьми твое и иди, хащу же и сему последнему дати, яка же и тебе, или несть милеть сотворите, еже хащу во своих ми, аще око твое лукаво есть, яко ас благ есмь, тако будут последние перви и первии последни, мнозибу суть званий, мало же избранных». Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 1 по 16. Что значит эта притча? Сказанная вначале не согласна с тем, что говорится в конце ее, но открывает совершенно противное. В ней Господь показывает, что все люди получают равные награды, а не говорит того, что одни изгоняются, а другие вводятся. Но прежде этой притчи и после нее, говорил противное, будут перви последние и последние первые, то есть последние будут выше и самых первых, которые уже не будут первыми, но сделаются последними. А что таков действительно смысл этого изречения, это видно из присоединенных к нему слов «мнози бо суть звани, мало же избранных», которыми Господь вместе и первых укоряет, и последних утешает и ободряет. Но притча не то говорит. В ней говорится только, что последние равны будут мужам, уже испытанным и много трудившимся. «Равных бо нам», говорится в ней, «их сотворил еси, понесшим тяготу дне и варр». Итак, что же значит эта притча? Нужно прежде объяснить ее, и тогда мы разрешим указанное противоречие. Виноградом называются в ней повеления и заповеди Божии, временем делания – настоящая жизнь, а делателями – те, которые различным образом призываются к исполнению заповедей Божиих. Утро же, третий, шестой, девятый и одиннадцатый час означают различные возрасты пришедших и получивших одобрение за труды свои. Но главное дело состоит в том, те первые, которые столько прославились и угодили Богу и весь день с особенную ревностью провели в трудах, не заражены ли сильнейшую страстью злобы, завистью и недоброжелательством? Видя, что и пришедшие после них получили такую же награду, они говорили «Сии последние един час сотвориша, и равных их нам сотворил еси понесшим тяготу дне и вар». Так они, не потерпев никакого убытка и получив сполна свою награду, досадовали и негодовали на то, что другие пользуются благами, а это происходило от зависти и недоброжелательства. Но что всего важнее, сам домовладыка, защищая тех и оправдывая свой поступок пред человеком, говорившим ему, обвиняет его в злобе и крайней зависти, говоря «Не по пенезю ли совещал еси со мною? Возьми твое и иди, хащу же последнему дати, якожи и тебе, аще око твое лукаво есть, яко аз, благ есмь». Итак, чему научают нас такие притчи? Не в этой только, но и в других притчах тоже можно видеть. Так, например, и добрый сын впал в такую же душевную болезнь, когда увидел, что блудный брат его удостоился великой чести и даже большей, нежели он. Как последним делателем винограда большая честь была оказана тем, что они первые получили награду, так и блудному сыну обилием даров сделано было предпочтение, о чем свидетельствует сам добрый сын. Что же следует сказать? То, что в Царстве Небесном нет ни одного человека, который бы производил такие споры и жалобы, и быть не может, потому что там нет места ни зависти, ни недоброжелательству. Если святые и в настоящей жизни полагают души свои за грешников, то, видя их там, наслаждающихся уготованными благами, они тем более радуются и почитают это собственным блаженством. Итак, для чего Господь в таком образе предложил слово свое? Это притча. А в притчах не нужно изъяснять все по буквальному смыслу, но узнавши цель, для которой она сказана, обращать это в свою пользу и более ничего не испытывать. Для чего же так изображена эта притча и какая цель ее? Та, чтобы соделать ревностнейшими людей, которые в глубокой старости переменяют образ жизни и становятся лучшими, и чтобы освободить их от того мнения, будто они ниже других в Царстве Небесном. Потому-то Господь и представляет, что другие с огорчением смотрят на их благо не для того, чтобы показать, будто они истаивают от зависти и терзаются, нет, но чтобы уверить, что и поздно обратившиеся удостоятся такой чести, которая может породить в других зависть. Так часто делаем и мы сами, говоря, «Он меня обвиняет за то, что я тебя удостоил такой чести». И говорим так не потому, чтобы в самом деле кто-либо обвинял нас или чтобы нам хотелось оклеветать кого, но чтобы показать этим величие дара, коего другой удостоился. Но почему он не всех вдруг нанял? Насколько мог всех, а что не все вдруг его послушались, это зависело от воли званных. Поэтому он одних утром, других в третьем, иных в шестом, иных в девятом часу призывает, а некоторых даже в одиннадцатом, смотря по тому, когда кто готов был повиноваться ему. Это объясняет и Павел, говоря, «Егда же благоволи избрав имя от чрева матери моей я». Послание Галатам глава 1 стих 15. Но когда благоволил? Тогда, когда он готов был повиноваться. Сам Бог хотел этого от начала, но так, как Павел не послушал бы его, то он тогда благоволил призвать его, когда последний и сам готов был покориться ему. Так призвал он и разбойника. Мог и прежде призвать его, но тогда он не послушал бы его. Если Павел не послушал бы его сначала, то тем более разбойник. Что же касается дослов делателей «Никто же нас наяд», то уже я сказал общую мысль, что не на все в притчах должно обращать внимание. А здесь это не нужно и потому, что говорящим представляется не сам домовладыка, но трудившиеся. Он же не обличает их для того, чтобы не привести их в сомнение, но привлечь к себе. А что он звал всех, кого мог в первом часу, это видно и из самой притчи, где сказано, что он с утра вышел нанять. И так из всего видно, что притча эта сказана как для тех, которые в первом возрасте жизни своей, так и для тех, которые в старости и позже начали жить добродетельно. Для первых, чтобы они не возносились и не упрекали тех, кто пришел в одиннадцатый час, для последних, чтобы они познали, что и в короткое время можно все приобрести. Так как раньше Господь говорил о великой ревности, об оставлении имений и о пренебрежении всего находящегося на земле, а для этого потребно великое мужество и юношеская ревность, то чтобы возжечь в слушателях пламень любви и волю соделать твердую, он показывает, что и после пришедшие могут получить награду за целый день. Этого, впрочем, он не говорит, чтобы они опять не возгордились, но показывает, что все зависит от его человеколюбия, по которому и они не будут отвергнуты, но будут удостоены вместе с другими неизреченных благ. И это-то составляет главную цель настоящей притчи. если далее он присовокупляет «тако будут последние перви и первые последние, мнозибо суть звания, мало же избранных, то не удивляйся этому». Это он высказывает не как заключение, выведенное из притчи, а утверждает лишь то, что как сбылось одно, так сбудется и другое. «Здесь первые не сделались последними, но все получили одну награду сверх всякой надежды и ожидания. Но как здесь сверх чаяния и надежды сбылось то, что последние сравнялись с первыми, так сбудется и еще большее и удивительнейшее, то есть, что последние окажутся впереди первых, а первые останутся за ними. Итак, одно выражает притча, другое послесловие. Кажется мне, что он указывает здесь на иудеев и на тех изверных, которые, просияв сначала добродетелью, после нее вознеродели и опять обратились к пороку, равно как и на тех, которые, удалившись от беззакония, многих превзошли добродетелями, и действительно мы видим, что такие перемены случаются и в вере, и в образе жизни. Потому, умоляю вас, будем прилагать великое старание о том, чтобы нам пребывать и в правой вере, и вести жизнь добродетельную. «Ежели мы с верою не соединим достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанию». Это подтвердил блаженный Павел опытом древних времен, когда он, говоря о израильтянах, что «вси тожди брашно духовная едоша и вси тожди пиво духовная пиша» И сам Христос в Евангелии подтвердил то же, когда сказал, что некоторые люди, изгонявшие бесов и пророчествовавшие, осуждены будут на казнь. Да и все притчи его, как то притчи о девах, о неводе, о тернии, о древе, не приносящем плода, требуют, чтобы мы были добродетельны на деле. О догматах Господь редко рассуждает, так как верить им нетрудно, но о жизни добродетельной очень часто, или лучше сказать всегда, так как на поприще ее предстоит всегдашняя брань, а потому и труд. И что я говорю о совершенном пренебрежении добродетели? Даже неродение о малейшей части ее подвергает великим бедствиям. Так небрежение о подаянии милостыни ввергает небрегущего о том в гиенну, хотя это не вся добродетель, а только часть ее. И однако девы за то, что не имели этой добродетели, были наказаны, и богач за то же страдал в пламени, и все те, которые не напитали алчущего, осуждаются с дьяволом. Равным образом и не укорять других, есть малейшая часть добродетели, однако же, кто ее не исполняет, тот изгнан будет из царствия. Реки ибо брату своему, говорит Писание уродия, повинен есть гиенни огнений, Евангелие от Матфея глава 5 стих 22, и целомудрия опять есть часть добродетели, но без нее никто не увидит Господа. Писание говорит, мир имейте и святыню со всеми, их же кроме никто же узрит Господа. Послание к евреям глава 12, стих 14. Смиренно мудрее есть также часть добродетеля, но если бы кто другие добродетели исполнил, а этой не соблюл, тот нечист пред Богом. Это показывает пример фарисея, который был украшен многими добродетелями, но гордостью погубил все. Я еще гораздо более скажу, не только пренебрежение одной какой-либо добродетели заключает для нас небо, но хотя бы мы и исполнили ее, но не с должным тщанием и ревностью, и это производит такие же следствия. «А еще не избудет правда ваша, говорит Христос, пачекнижник и фарисей, не внидите в Царствие Небесное» Евангелие от Матфея глава 5 стих 20 «Потому если ты и милостыню подаешь, но не более той, какую они подавали, то не внидишь в Царствие». «Как же великую милостыню, спросит кто-либо, они подавали? Я и сам хочу говорить теперь об этом для того, чтобы не дающих милостыни побудить к подаянию ее, а дающих предохранить от высокомерия и заставить подавать еще более. Итак, что фарисеи давали? Они давали десятину от всего имущества и еще другую десятину и сверх того еще третью, так что отдавали почти третью часть своего имения, ведь три десятины и составляют почти третью часть всего имения. Сверх того, они приносили еще начатки первородных животных и много других жертв, каковы, например, жертвы о грехе, о очищении, жертвы, совершаемые на праздниках, во время юбилея, при оставлении долгов, при отпущении рабов и при займах без роста. Если же дающий третью часть имений своих или лучше половину, эти приношения, взятые вместе с десятинами и составляют половину, если, говорю, дающий половину не делает ничего великого, то чего будет достоин тот, кто не подает и десятины? Справедливо поэтому сказал Господь, что немногие спасутся. Глава двадцать первая Стихи двенадцатые тринадцатые И вошел Иисус в Храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в Храме и опрокинул столы миновщиков из камьи продающих голубей и говорил им написано дом мой дом молитвы наречаться а вы сделали его вертепом разбойников как владыка дома то есть храма он выгнал из него торгующих показываясь им что все принадлежащее отцу принадлежит ему сделал он это и потому что имел попечение о благолепии храма и хотел показать отменение жертв изгнав валов и голубей он этим предсказал что нет более нужды в жертвоприношении или заклании животных но нужна молитва дома и говорит он домом молитвы наречаться а вы сделали его вертепом разбойников ибо в вертепах разбойничьих совершаются убийства и кровопролитие или он назвал храм вертепом разбойников потому что в нем были корчемники продающие и покупающие так как любостяжательность есть страсть разбойническая торжники то же что у нас меняльщики а названы так от слова означающего род малой монеты каков например овол или сребренник ныне продают голубей те которые продают саны церковные ибо они продают благодать духа который есть голубь за это и продающие и покупающие изгоняются из высшего и из низшего храма как недостойное священство смотри ты чтобы храм божий то есть свое сердце не сделать вертепом разбойников то есть жилищем демонов оно сделается вертепом если мы будем иметь помыслы о продаже и купле если будем сребролюбивы до такой степени что будем заботиться и о самой малой монете мы сами себя обратим в вертеп разбойников если будем продавать и терять голубей то есть не сохраним в себе даров духовных стих 14 и приступили к нему в храме слепые и хромые и он исцелил их исцелением больных показывает что он хорошо сделал выгнав своей властью из храма недостойных открывается отсюда и то что по изгнанию иудеев привязанных к закону и закланью животных приемлются слепые и хромые из язычников и исцеляются им стихи 15 и 16 видев же первосвященники и книжники чудеса которые он сотворил и детей восклицающих в храме и говорящих о санна сыну Давидову вознегодовали и сказали ему слышишь ли что они говорят Иисус же говорит им да разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу фарисеи видя детей словословящих Христа Давидовой песню которую пророк по-видимому относит к Богу разрываются от зависти и негодуют на Христа за то что он позволяет о себе говорить то что относится к Богу а он вполне одобряет говорит и ей и я не только не запрещаю им говорить это обо мне но даже привожу пророковы свидетели и обнаруживаю ваши незнания и зависть ибо разве вы не читали и не разумели слов пророческих из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу Псалом 8 стих 3 устроил значит воздал полную и совершенную хвалу хотя они дети по возрасту и считаются несовершенными но они не от собственного ума говорили то что говорили а устами их изрекал дух святый поэтому и говорит он из уст младенцев показывая что слова не от их ума происходили но уста их были движимы божественной благодатью означало с этим и то что Христа будут словословить младенцы и неразумные то есть язычники заключалось всем и то утешение для апостолов что и им дано будет слово хотя они были не ученые и ты если будешь не злобив и будешь подобно младенцу сосать духовное млеко божественные слова то удостоишься воспевать Богу песнь победную стих семнадцатый и оставив их вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь господь удаляется от них как от недостойных и приходит в Вифанию что означает дом послушания и таким образом переходит от непокорных к послушным ему и выдворяется у них ибо сказано вселюсь в них и буду ходить в них стихи восемнадцатый и двадцатый поутру же возвращаясь в город в залкал и увидев при дороге одну смоковницу подошел к ней и ничего не найдя на ней кроме одних листьев говорит ей да не будет же впредь от тебя плода вовек и смоковница тотчас засохла увидев это ученики удивились и говорили как это тотчас засохла смоковница господь часто совершал чудеса и всегда на пользу всем а ни одного чуда не сделал в наказании чтобы кто-нибудь не подумал что он не может наказывать он показывает здесь и эту силу впрочем не на людях но по человеколюбию своему на дереве подобно как прежде всего на стаде свиней он иссушает дерево чтобы вразумить иудеев ученики удивляются и справедливо это дерево гораздо сочнее других деревьев и поэтому было особенно дюно то что оно так скоро засохло смоковница означает синагогу иудейскую которая имеет одни только листья то есть видимую букву но не имеет плода духовного и всякий человек предающий с удовольствием настоящей жизни подобен смоковнице он не имеет плода духовного для алчущего Иисуса а одни только листья то есть временный и преходящий призрак мира сего и он будет проклят ибо сказано идите от меня проклятые в огонь вечный и он исохнет ибо как будет мучиться в огне в него засохнет язык как у известного богача и в ниде Иисус в церковь Божию и изгнав вся продающая и купующая в церкви и трапезы торжняком из провержа и седалище продающих голуби и глагола им писано есть храм мой храм молитвы наречется вы же сотвористи и вертеп разбойником глава 21 стихи 12 и 13 первое об этом говорит и Иоанн только говорит в начале Евангелия а Матфей в конце поэтому вероятно что так случилось два раза и при том в разное время это видно и из обстоятельств времени и из ответа иудеев Иисусу у Иоанна говорится что это случилось в самый праздник Пасхи а у Матфея задолго до Пасхи там говорят иудеи кое знамение являешься нам Евангелие от Иоанна глава 2 стих 18 а здесь молчат хотя Христос и укорил их молчат потому что все уже дивились ему тем большего достойны обвинения иудеи что Христос не один раз делал это а они все еще не переставали торговать в храме и называли Христа противником Божиим тогда как и отсюда должны были видеть честь воздаваемую им Отцу и собственное его могущество они видели как он и чудеса творил и как слова его согласны с делами его но они не убеждались и этим а негодовали несмотря и на то что слышали пророка говорящего об этом и отроков неполитам своим прославлявших Иисуса потому он обличая их приводит слова пророка Исаии дом бо мой дом молитвы наречется книга пророка Исаии глава 56 стих 7 и не этим только показывает Христос свою власть но и тем что исцеляет различные болезни приступи шаговариться к нему хроми и слепи и исцели их Евангелие от Матфея глава 21 стих 14 и здесь он являет свою силу и могущество но но иудеи 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 не трогались и этим но видя и последние чудеса его и слыша отроков прославляющих его сильно негодовали и говорили ему слышишь что что си глаголют евангелие от матфея глава 21 стих 16 христу лучше бы надлежало сказать им слышите ли что си глаголют ведь отроки воспевали его как бога что же христос так как иудеи противоречили столь очевидным знамени то христос чтобы сильнее обличить их и вместе исправить говорит не стили чли из уст младенец из сущих совершил есих валу евангелие от матфея глава 21 стих 16 и хорошо он сказал из уст так как слова их происходили не от разума их но его же сила двигала несовершенным еще языком их это изображало также и язычников которые прежде нематствовали но потом вдруг начинали вещать великие истины убедительные с верою и вместе немало утешало и апостолов именно чтобы апостолы не сомневались как они будучи людьми простыми и необразованными могут проповедовать народом отроки наперед истребили в них всякое беспокойство и внушили им твердую надежду что тот кто научил отроков прославить господа сделает и их красноречивыми это чудо показывало также что он есть господь природы дети еще не достигшие зрелого возраста вещали великое и достойное небо а мужи говорили слова исполненные всякого безумия такова то злоба и так по елику много было причин от которых раздражались иудеи например толпы народа изгнание из храма торгующих чудеса пение отроков то христос опять оставляет их чтобы утешить их гнев и не хочет предлагать им своего учения чтобы они с недаемой завистью не пришли еще большее негодование от его слов утру же возвращся в оград в залка евангелие от матфея глава 21 стих 18 почему же он алчит утром уступая требованиям плоти он этим показывал немощь ее и узрев смоковницу на пути прииди к ней и ничтоже обрети токмолиствия едино евангелие от матфея глава 21 стих 19 другой евангелист говорит не убобе время евангелие от марка глава 11 стих 13 если же не пришло еще время собирания смоков то как же этот другой евангелист говорит прииди ащеуба обрящет плот на ней евангелие от марка глава 11 стих 13 очевидно это сказано евангелистам потому что так думали ученики которые еще не были совершенными евангелисты часто излагают мысли учеников и не только это думали ученики но и то что смоковница проклята потому что на ней нет плодов и так для чего же смоковница проклята ради учеников именно чтобы их ободрить так как христос всегда благодетельствовал и никого не наказывал между тем надлежало ему показать и опыт своего правосудия и отмщения чтобы и ученики и иудеи узнали что он хотя и мог иссушить подобно смоковнице своих распинателей однако же добровольно предает себя на распятие и не иссушает их то он и не захотел показать этого над людьми но явил опыт своего правосудия над растением и так когда подобное случается или с какими либо местами или с растениями или с бессловесными животными то не любопытство не говори если еще не наступило время собирания плодов смоковницы то правосудно ли она иссушена такие слова крайне безрассудны лучше взирай на чудо и дивись и прославляй чудодействующего так многие и судят о потоплении свиней отыскивая здесь причину правосудия но и в этом случае не должно их слушать как растения бездушны так и животные без разума и так почему дан такой вид делу и почему это именно причина проклятия это как я уже и прежде сказал описано евангелистам так как думали ученики если же не настало еще время собирания плодов то напрасно некоторые говорят будто под смоковницей изображается закон плодом закона была вера и этот плод закон уже принес и время собирать этот плод тогда уже наступило нивы сказано якоплавы суть к жатве уже евангелие от иоанна глава 4 стих 35 и аз послах вы жате и деже вы не трудистися евангелие от иоанна глава 4 стих 38 итак здесь здесь не указывается на закон но как я уже сказал Христос проклиная смоковницу представляет этим доказательство своей силы и власти к отмщению и это видно именно из слов не уба бе время слова эти показывают что Христос подошел к смоковнице с особым намерением не для того чтобы утолить голод но ради учеников которые весьма удивились тому что смоковница засохла хотя много было чудес и важнее этого но для учеников как я сказал такое чудо было новым и неожиданным потому что Христос в первый еще раз показал свое правосудие и отмщение поэтому Господь сотворил чудо не над другим каким-либо деревом но над смоковницей деревом которое сочнее всех так что чудо показалось от этого еще более необыкновенным но чтобы ты знал что это сделано ради учеников именно для ободрения их выслушай следующие слова что Христос говорит вы и большие чудеса сделаете если будете иметь веру соединенную с молитвою и упованием видишь ли что все для учеников было сделано чтобы они не страшились и не трепетали вражеских козней потому и в другой раз повторяя то же чтобы утвердить их в вере и молитве не только это сделаете говорит он но силою веры и молитвы и горы будете переставлять и творить другие еще большие чудеса так и